Завтра утром за утренним богослужением читается из Евангелия от Матфея, 22 глава, притча о брачном пире. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, которым сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, против же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Усы, шахасе, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц онных, и сжег город их. Так говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. «Итак, поедите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабыте, вышедши на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь Вашет посмотрел, посмотреть возлежащих увидел, там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плащ и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Вот из беседы святителя Иоанна Затаустова на эту притчу. Может ли что быть хуже такой непризнательности, быть званными на брачный пир и не прийти? Ты спросишь, почему Царство Небесное называется праком? Чтобы ты познал по печенью Божию, любовь его к нам, великолепие во всем. Познал тот, что там ничего нет печального и прискорбного, но все исполнило духовной радости. Потому Иоанн называет его женихом, поэтому и Павел говорит, потому что я обручил вас единому мужу. И еще, тайна сей велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Заметьте здесь великую любовь Господа, всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Прежде, как сказал я, апостолы благовествовали иудеевым и язычникам, находясь, впрочем, в воле иудеевых. Но так как иудеи не прекращали коварство против апостолов, то послушай, как Павел, изъясняя эту притчу, говорит, вам первым надлежало быть проповеданным Словом Божиим, но как вы отвергаете его, то вот мы обращаемся к язычникам. Поэтому и сам Господь говорит, брачный пир готов, а званные не были достойны. Он без сомнений прежде знал об этом, но чтобы не оставить иудеям никакого предлога к бесстыдному извинению, несмотря на это, пришел к ним первым и послал своих апостолов, чтобы им загородить уста, а нас научить исполнять все, что относится к нам. Хотя бы никто не получил от этого никакой пользы. И так, говорит он, так как они не были достойны, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Даже низких и презренных, так как он часто говорил, что блудницы и бытари наследуют небо, и первые будут последними, и последние первыми. То теперь показывает, что все это делается справедливо. Видеть, что язычники на их место вводятся в царство, особенно сильно оскорбляло иудеев и смущало их гораздо более, нежели разорение их города. По тому, чтобы первые не полагались на одну веру, он рассуждает с ними о суде и наказании за худые дела, старается не верующих привести к вере, а верующих наставлять в правилах жизни. Под одеждой, разумеется, дела жизни. Но ведь призвание – дело благодати. Почему же он о нем так обстоятельно рассуждает? Потому что, хотя в призвании и очищении есть дело благодати, но тот, что призванный и облеченный в чистую одежду, постоянно ее сохранял такой, зависит от старания призванных. Призвание бывает не по достоинству, но по благодати. Поэтому должно соответствовать благодати, послушаниям и, получив честь, не показывать такого нечестия. Войти в нечистой одежде означает, имея нечистую жизнь, лишиться благодати. Потому и сказано, он же молчал. Не видишь ли, как при всей ясности дела Господь не прежде наказывает, как тогда уже, когда согрешивший сам осудил себя. Не имея чем защитить себя, он осудил самого себя и таким образом подвергает себя чрезвычайному наказанию. Слыша о мраке, не подумай, что он тем только и наказывается, что отсылается в темное место. Нет, здесь еще и будет плач и скрежет зубов. А эти слова указывают на нестерпимые муки. Обратите внимание на это все вы, которые, приняв участие в таинствах и будучи призванное на брак, облекаете душу нечистыми делами. Послушайте, откуда вы призваны? С распутья. Что вы были? Хромые, слепые по душе, что гораздо хуже слепоты телесной. Почтите человеколюбие призвавшего. И пусть никто да не останется в нечистой одежде, но каждый из нас пусть позаботится об одеянии души своей. Послушайте жены, послушайте мужья. Нам нужна не эта злототканная одежда, украшающая наше тело, но одежда, которая бы украшала душу. Но нам трудно облечься в эту одежду, пока мы будем носить первую. Нельзя украшать вместе и душу, и тело. Нельзя вместе работать мамоне и служить, как должно Христу. Итак, оставим эту худую привычку, которая господствует над нами. Ты, конечно, не снес бы великодушно, если бы кто украсил дом золотыми занавесами, а тебя заставил себе в рубище почти ноги. Но вот ты теперь сам это делаешь с собой, украшая жилища души твоей, то есть тело, бесчисленными дорогими одеждами, а душу оставляя в рубище. Неужели ты не знаешь, что царю надо на боли украшаться, нежели городу? Поэтому-то для города приготовляют одежду из огна, а для царя порфиру и диадему. Так и ты должен прикрывать тело наиболее дешевой одеждой, а ум одевать порфирою, украшать лицом и сажать на высоком, блистательном троне. Аминь. Завтра продолжим дальше еще эту беседу. Ради всех, Господь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин